Приветствую, друзья! Вот мне задали интересный вопрос такой, зачем нам простота и скорость достижения нулевого состояния? Ну, естественно, простота и скорость нужно во всём, чтобы у нас было больше возможностей, больше степеней свободы применять это для разных самых целей. Ну вот, например, если это самое нулевое состояние надо достигать по медитации, например, или релаксации, для некоторых людей очень сложно и долго, и они только и тем и заняты, как бы его достигнуть, вот и всё. А те, которые сразу достигают, они имеют поле применения, они могут и так, и так. Ну, короче говоря, мы используем это состояние нулевое как выход из эмоциональной стрессовой ситуации для того, чтобы освободиться вместе с этим от страхов, ошибки, от шаблонов мышления и в этой безмятежности, где у нас не шторм вот этот в голове, где мысли путаются, а всё как бы по полочкам раскладывается, и там вы можете сопоставлять свои намерения, свои понимания с вашими высшими общечеловеческими ценностями. То есть есть же какие-то критерии духовные высокие у вас, мечты, связанные с вашими способностями и так далее. То есть вот это сопоставление делать. Видите, сколько времени освобождается и места, когда просто и легко вы это состояние безмятежности достигаете. Так вот, дело в том, что в мире всё так устроено. Чем сложнее достижение чего-то, тем оно дороже стоится, и на этом занимаются вся эта торговля, на этом деньги зарабатываются. Вот этот монок, за которым, так сказать, манипуляционно тянется ростовщичество всякое и кредитование. Ну, короче говоря, сколько стоит свобода? Сколько стоит свобода? Самое главное – свобода сознания. Вот сейчас произошло то, что некоторые люди мне жаловались, и там у нас есть эти комменты, когда кто-то ходит, допустим, по психологам и уже совершенно запутался. Ну, девочка, она совершенно запуталась. Как же ей вести себя на свидании? Ну, я так посмеялся немножко, потому что мальчик тоже, может быть, ходит по психологам и тоже запутался. И вот два человека встречаются. Один, значит, ведёт себя эдак, а другой ведёт себя эдак через призму вот этих советов психологов. Ну, конечно, психологи бывают очень хорошие, но бывают и разные. Бывают и те, которые не на своём месте. И вот они где-то переписывают из каких-то книг, кого-то так учат, и вот меня спрашивают, а как быть, как разгипнотизироваться от этих вот навеянных шаблонов, которые нам постоянно психологи говорят, там, или мы в книгах читаем. Может, это вообще не наше. Мы же хотим, чтобы мы правильно понимали вещи. Вот вы, например, мы вас слушаем, вас, как понимать, с доверием или без доверия. Сомневаться надо всегда, друзья. Конечно, даже Будда говорил, если между мной и истиной стану я, убей меня. Ну, а как же? Думать надо, здравомыслие надо иметь. И интуицию надо иметь. Да, я вам в следующем ролике скажу, откуда у нас берётся интуиция, какое значение при этом имеют органы чувств, потому что они же, мы с их помощью получаем информацию о мире и о себе за счёт разных частот. Да, за счёт разных частот, вот этих вот, волны и так далее. Я вам расскажу, это очень интересно, потому что органы чувств между собой общаются так, как пять элементов китайской системе УЦИН. Дед, внук, там, посредник и так далее. Я вам, это очень интересная штука. Например, закричал так, что в глазах потемнело. То есть это возбуждается, а это угнетается. Вот такие антагонисты, ну, мы об этом поговорим и поймём, почему я и почему вы лично, например, имеете то или иное мироощущение. Потому что вы никуда, и я никуда, не могу одеться от структуры моих органов чувств, от их механизмов взаимодействия. Ну, куда я оденусь, если я через них мироощущаю. А на основе мироощущения появляется потом мировоззрение. Да, и там вот эти убеждения. Я вот вам хочу сказать, что ещё один вопрос такой интересный был. Как вы относитесь к Горяеву? Ну, что я вам могу сказать? Ну, интересный талант, большой, большой талант, но немножко через край, как говорится. Здравый смысл надо сохранять. У нас любят вообще. Если не признан, если убит или отравлен, значит, надо немедленно встать на его защиту. Да, и давайте мы за него будем толкаться, даже не понимая, о чём речь идёт. Ну, как я отношусь? Ну, хорошо я отношусь, потому что он в своё время в каком-то из фильмов очень про меня хорошие слова сказал. Ну, с другой стороны, если говорить трезво и на самом деле меня спрашиваете не как парня такого, который готов вам угодить, а просто как специалиста. Ну, перебрал он через край, надо всё-таки здравый смысл сохранять. А есть такие люди, которые вот в этой части, вот мы с философом нашим, Аршиновым, Владимир Ивановичем, мы это обсуждали, как-то вот делали ролик. Как свидетели, свидетели, наблюдатели. В какой степени наблюдатель может влиять на ситуацию? Это очень большой философский вопрос. Потому что там, если представить себе, сейчас все увлекаются квантовыми теориями, переходами, полями там и так далее. Если представить, что человек, наблюдающий, как растёт роза, что роза от его наблюдения растёт больше или меньше, то там можно допустить, что есть телепатия, и что мы можем влиять на миры, на объективные миры, на планету Марс, посылать телепатемы. Ну, короче говоря, там большое место, если не сохранять здравый смысл, очень большое поле для манипуляции, для фантазии. Но всё-таки есть наука, а есть, собственно говоря, ещё пока недоказанные вещи. Есть так называемое вот это вот, я забыл это слово как-то. Ну, ладно, вы понимаете, о чём я говорю. Наука отличается тем. Там есть эксперимент, и там есть обратная связь с реальностью. Эксперимент – это обратная связь с реальностью. Ты что-то делаешь, воздействуешь, отвечает тебе реальность каким-то образом, какая-то реакция, ты её учитываешь, собираешь статистику, включаешь математику. Да, и на самом деле научно это то, что работает, независимо от того, как ты по этому поводу думаешь. Вот, например, люди всегда мечтали летать, но летают же не на ковраг самолётах, а на самолётах. В этом разница, понимаете, вот между нашими фантазиями и влиянием фантазий на мир, и нашими действиями, которые влияют на мир. Даже если собрать тысячу людей в один кружок, и все они будут мечтать о мире, это не значит, что произойдёт мир. Если они не будут совершать действия, направленные на это, на улучшение жизни на планете, а просто мечтать. Вот мысли так не переходят. Наши желания так просто не исполняются. Иначе у нас столько есть сумасшедших, столько людей с бредом, да, мир бы давно развалился, если бы их мечты влияли, так сказать, искажённые, влияли бы на нас. Поэтому мы понимаем, что есть здравый смысл, есть границы, когда здравый смысл перестаёт работать. Он перестаёт работать, когда мы в стрессе. Потому что у нас шторм в голове, а когда мы выходим из этого стресса на состояние уравновешенности, на состояние глубинного душевного покоя, на состояние созерцательности, задумчивости, вот это состояние нуля, это состояние, которое даёт нам выход. Потому что в этом состоянии мы можем подумать и о том, и о другом, да, и сопоставиться с чем-то, и сравнить что-то с чем-то. Это же легче делать, чем когда вы задействованы, куда-то бежите в одном направлении, вас туда толкнули, где вы там в этом будете соображать правильно, где вы будете сопоставлять с миллионом надмирных связей, где вы будете сопоставлять. И в этом состоянии вы можете, потому что там нет времени, там бесконечность. Там бесконечность, да. Вы там не сдвинуты по фазе, вы там уравновешены. Это та природа, наша природа, которая нам позволяет всегда восстановиться, понять, чего ты хочешь, и как достичь это наиболее простым способом. Естественно, через призму общечаевских ценностей. Потому что, когда ты за них выбиваешься, ну да, как говорится, эти ценности записаны в виде заповедей. А на самом деле у нормального человека они есть не в плане «не делай так», а ему и не хочется так делать, ему хочется делать хорошо. Нормальный человек хочет делать хорошо. Я бы сказал, дайте нормальному человеку быть нормальным человеком. Дайте ему быть творцом, дайте ему быть добрым, дайте ему быть сочувствующим, сопереживающим, потому что именно об этом говорят и все религии, и все религии, и все выдающиеся философы говорят о том, что человек должен быть человеком, а значит быть любящим, человеком любящим. Вот тогда будет мир на планете. Друзья, до встречи. Я вам в следующем ролике очень интересную вещь расскажу. До встречи.